всем привет это до воды и сегодня у нас на обзоре вот такой вот калик а такие минималистичные диаметры то есть да он такой маленький хорошенький ничего такого нету как у классических допустим кальянов чем-то напоминает мэтт пир соглашусь ну что ребят как ваши дела это до воды мы сегодня мы находимся в магазине углиста в город алмата это новый кальян мэтт пира под названием рейди с но я забегу немного вперед и назову это новый кальян от компании мэтт пир палка именно вот так давайте смотреть что же это такое у нас вроде бы как либо вчера либо сегодня пошел старт продаж новой модели мэтт пир и я вам скажу так я его уже пощупал посмотрел поэтому мы можем спокойненько поговорить об этом кальяне а говорить о нем мы будем много почему потому что это мэтт пир почему потому что это новая модель почему потому что хуй пойми что они сделали как мы видим другими словами это кальян бюджетная модель компании мэтт пир самая доступная из всех линеек компании мэтт пир вот такая вот у нас получается туфтология но мы попробуем с этим разобраться также попробуем разобраться с шестью комплектациями либо с 5 комплектациями разных ради с погнали как мне сказали что дава ты заебешься его собирать поэтому я просто это вырежу дабы не портить вашу психику своей тупостью потому что собирать я реально не умею особенно это состоит из миллиона разных деталей что мы здесь в целом виде мы здесь видим белую красивую коробочку фирменный стиль мэтт пира здесь ничего не скажешь как продажа с этой коробочкой будет все идеально хорошая продажная упаковочка внутри также все очень аккуратно очень доступно давайте наверно потихонечку все это открывать и конечно же смотреть что к чему начнем наверное с основания потому что основание здесь очень сильно изменилась и некоторые моменты мне не очень понятны от компании мэтт пир я сейчас поговорю расскажу свое мнение о каждой заколубке которая здесь есть потом расскажу про разные комплектации наверное все потом добавлю своим мнением да и получится хороший обзорчик за который ты обязательно поставишь лайк так что у нас поменялось в основании что здесь визуально поменялось в том что они сделали клапан внутренним закрытым на этом они смогли сэкономить тем что они не делают отдельную деталь что немного повышала в стоимости розничной продажи далее на этом в принципе все то что могло произойти с этой частью нумерация кальяна в которой мэтт пир начала самого первого продолжается в этой модели и как мы видим 73 260 последние цифры вам не скажу дабы чтобы этот кальян не подорожал твобляевать у меня кальян был на обзоре удавы поэтому запоминаем только некоторые цифры 73 26 а какая последняя цифра непонятно так идем дальше из такого то что поменялось а погружная шахта она тоже из нержавеющей стали то есть в принципе весь кальян из нержавеющей стали но теперь здесь диффузор уже сделаны на шахте и его нельзя снять его никак нельзя просто отлегу отрегулировать на этом компания мэтт пир тоже немного сбросила конечную цену своего кальяна потому что не нужно делать отдельную деталь виде накручиваемого диффузора теперь идем к самому интересному и наверное самому непонятному мне это декоративная часть шахты она разборная состоит из множества деталей хотя нет состоит она всего из двух деталей и это примерно выглядит вот так вот вот так выглядит это вот так что же это вам напоминает ребятки давайте подумаем и напишем в комментариях кальян фирскука от ромы фирстова я могу сказать что это напоминает мне кальян механика смоук а именно их мундштук да просто их мундштук механики смог две части скрутил со ступенькой и вуаля декоративная часть шахты давайте будем выпать тихонечку собирать да и все то есть самая базовая комплектация без шланга без резинки то есть без пружинки без мундштук а стоит 5860 рублей но это бич комплектация если вы уже решите покупать себе кальян а рэди с то добавьте чуть капусты и купите себе уже наверно вторую или третью комплектацию где есть резинки где есть а шланг с пружинкой и есть фирменный мундштук от компании мэтпер так хотя бы будет видно что вы просто не купили какую-то залупу все очень просто так идем к нашей погружной шахте она в принципе ничем не изменилась как я и говорил да единственно что поменялось не то что теперь диффузор там вот такой а еще что касается шарика вы думаете ебать если это все внутри как это все достается достается все это очень просто так же как у компании выкручивается магнит который можно будет поменять если вдруг кому станет очень хуёво а также можно и выкрутить шарик через нижнее отверстие но знаете что меня больше всего напрягает в том что когда-то давным давно около двух лет назад компания маклауд точно также прятала свои шарики и это было самым провальным что было в компании маклауд потому что эта заглушка незаметно падала в колбу выкручивалась от вибрации и соответственно смывалась в раковину и получалось что просто ты проебал заглушку а другую такую найти невозможно я надеюсь такой проблемы у матпира не будет но это грустно что некоторые от этой проблемы ели избавились и переработали там и пир 2020 году делает то что делали когда-то другие и об это споткнулись у нас есть коннектор с резиночкой в принципе здесь тоже ничего не поменялось все как было так и осталось теперь что касается мун штука и тут а наверно у нас начнется самое интересное это разговор про комплектации и чем они отличаются на самом деле я скажу так что комплектации мэтт пира всегда славились своей простотой но в кальяне рейди с они сделали почти а что ли 5 то ли 6 комплектации с 1 с 2 с 3 с 4 с 5 и с 6 на сайте хука маркета есть комплектация с 6 и она мне очень непонятно потому что нигде нет даже на самом сайте мэтт пира нет такой позиции как комплектация ты смотришь версии но не видишь в этом никаких комплектации то есть графа комплектации просто пустая теперь давайте попробуем разобраться в комплектациях комплектация с 1 ради с это просто шахта и резинки блюдце с 2 это шахта резинки блюдце шланг пружинка мундштук классический с 3 это кальян резинки блюдце шланг пружинка мундштук вроде бы ради с то есть он такой же как и шахты как со ступенькой либо проще сказать такой же мундштук как у компании механика смог и есть самая мажорная комплектация не знаю какая она с 2000 наверное это шахта резинки блюдце мундштук шланг пружинка и миласа уловитель так вот красиво тогда что у нас ждет дальше нас где ждет блюдце она в принципе ничем не поменялось оно какое было такое и осталось да я ребят я люблю усложняйте все время стал не очень любить кого в столы ну что без столов прикольнее без столов удобнее так и вот так а теперь давайте посмотрим на это чудо творение от компании мэтт пир сказать вам свое мнение да очень здорово что кальян из нержи от компании мэтт пир можно в принципе купить от 5860 рублей но знаете что в этом плохого когда-то давным давно у меня спрашивали дава а что ты думаешь о компании мэтт пир тогда я сказал наверное пророческую фразу что ничего лучше чем classic и simple ребята больше никогда уже не придумывают им реально подфартило то что они сделали две топовые модели но дальше у них пока скорее всего не хватает фантазии но при этом всем кальян конечно же хороший и сейчас мы его раскурим и вот мы все собрали на самом деле я даже не вижу смысла этот кальян курить потому что что сделали такого прям выдающегося непонятно поэтому сейчас покурим и я просто посмотрю как все это будет продуваться и как все это будет курица и как бы больше тут ничего не скажешь и посмотрим как это продувается потому что клапан где сделан по-новому по интересному я думаю будет очень весело ну мой вердикт наверное такой давайте теперь поговорим финалочку мое мнение об этом кальян на самом деле очень дешевый то есть для нержи от компании мэтт пир то есть компания мы переда как компания apple там где ты плачешь не за яблоко а за грушу и это реально стоит денег потому что мы пир это круто клёво они и удешевили и сделали общей доступной и конечно же это будет скорее всего хитом продажи но это уродство на самом деле это очень глупо сделать такую шахту на таком основании надо было хотя бы изменить вид основания чтобы это считался новым кальяном потому что достаточно просто от любой другой палки которая будет подходить по резьбе вкрутить в основании классического мэтт пира или даже полицитального основания от от кальяна simple вот тебе тот же самый кальян очень обидно обидно знаете что то что от такой компании как мэтт пир ты всегда ждешь чего-то очень колоссального очень мощного очень такого впечатляющего а тебе дают держи рэди с или в простонародье мэтт пир палка поэтому ребятки делайте свой вывод а пишите в комментарии что вы думаете об этой модели это был дава дым и кальянный магазин в городе алмате угли став